Прежде всего хочу приветствовать вас на белорусской земле. Я понимаю, что это исторический день, потому что вы впервые приехали в Беларусь, Минск. Убежден, что ваш визит – знаковое событие, которое позволит нам вместе открыть новые горизонты сотрудничества, а это надо обязательно сделать во имя наших братских народов. Я на это очень надеюсь, и я убежден, что так и будет. В противном случае, чтобы было лететь такую даль в Беларусь. Ну да, познакомиться надо, посмотреть, как живут ваши здесь братья-белорусы, но тем не менее надо закладывать сильный фундамент под сотрудничество наше. Пока показатели внешней торговли Беларуси и Республики Тыва по разным причинам скромные, но есть куда стремиться, есть над чем работать. Я убежден, что потенциал этот огромен. Нужно только наше желание и желание реализовать наши устремления. И мы в ближайшее время готовы кратно, так же, как и вы, я полагаю, увеличить наш объем торговли. Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся. Я хочу сказать, что мы готовы принять любое решение прямо сейчас. Уверен, что и вы также. Вы знаете нашу политику белорусско-российскую, наше отношение к России. И мы, принимая решение, сегодня никак не выйдем за рамки того, что мы уже очертали с президентом Российской Федерации. Но если и выйдем в лучшую сторону, думаю, что руководство России будет это приветствовать. С учетом потребностей Республики Тыва и промышленного потенциала Беларуси, особое внимание, думаю, мы можем уделить продукции машиностроения. Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, да и вы можете познакомиться с любым предприятием. Для вас открыты двери любого предприятия. Вы знаете, что мы можем произвести. Это автомобильная, строительная техника, дорожно-строительная, это сельскохозяйственная техника, весь набор, коммунальная техника. В общем, посмотрите на эти заводы, если вас будут устраивать их продукции. Мы свято готовы соблюдать наши договоренности. Очень важны сегодня, о чем мы с Путиным часто говорим, наладить наши контакты в области промышленной кооперации, трансферотехнологий, экспорта услуг. Крайне важно. Мы можем для вас не только поставлять продукты питания, допустим, популярные очень во всем мире. В прошлом году мы на этом заработали чуть меньше 7 миллиардов долларов. Только на экспорте продуктов питания, даже не с хозпродукцией, а уже готовых продуктов питания. Но мы не только этого можем вам поставлять. Мы готовы, изучил вашу ситуацию, обстановку в республике. Мы знаем, там природа сказочная. Не зря президент России, я у него часто его упрекаю. Ну, что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит, слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть. И я все-таки надеюсь, что вот этот сказочный край, а для меня он сказочный, потому что я его видел в кино, картинках, рассказы. А хотелось бы глянуть на этот сказочный край. Мы это прекрасно понимаем, но для того, чтобы возделывать сельхозпродукцию, надо знать конкретные возможности той земли, где вы живете. Мы готовы в этом плане с вами работать. Я часто привожу пример Сахалина, когда Кожемяка, хороший наш друг и товарищ, переместился на Сахалин, приехал, что надо помочь. Ну, для меня Сахалин – это такой остров каменный. Я говорю, там же ничего не растет. Вот как? У нас все есть. Хорошо, изучим. Изучили, построили там сельхозкооператив целый, комплекс молочно-товарный, ну и прочее. Началось развитие. Поэтому я думаю, что ТВА находится на полпути к Сахалину. И мы спокойно можем поделиться с вами теми наработками, которые мы имеем сегодня в сельском хозяйстве. Трансфертехнологии – это не только в сельском хозяйстве, переработки сельхозпродукции. Это и в промышленности, в наукоемких производствах. Все, что вам надо, все, что вы увидите, мы готовы вам предложить. А договориться мы сумеем. В дорожном строительстве у нас вообще, чтобы вы знали, наше преимущество в том, что мы не пошли на обвальную приватизацию. У нас сохранились крупные строительные тресты. Помните, в советские времена были тресты строительные. С нуля могли построить любое промышленное предприятие, жилой дом, ну что угодно. Точно так и дороги. И вот эти вот государственные крупные организации, компании, тресты, они сегодня осуществляют полностью строительство от дорог до промышленных объектов, жилых домов. Вот это наше преимущество, то, что тысячные тресты, коллективы, компании мы смогли сохранить. Мы можем запросто построить, вот президент России попросил подключиться к космодрому Восточный. Мы можем перебросить трест туда. Мы изучаем сейчас несколько объектов. С президентом Путиным согласованы они. Мы смотрим, сможем ли мы в эти сроки осуществить строительство. Нам проще в том плане, что директору команду он завтра выбрасывает десант строительной компании, целостной государственной строительной компании. Должен сказать, что там, где поступили иначе, все приватизировали, есть проблемы. Поэтому да, могут быть части предприятия, но нельзя искусственно разрушать государственное. Это была наша политика, и мы видим сегодня в этом немалое преимущество. Я уже сказал о той красоте сказочной, природной. Это говорит о том, что мы должны, обязаны просто развивать туризм между Белоруссией и Тывой. Я убежден, что большие возможности для укрепления нашей дружбы и сотрудничества имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере. Ну и пользуюсь случаем 2 февраля по лунному календару, у вас Новый год. Поэтому я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Вы люди счастливые. Вы отпраздновали 1 января Новый год через месяц. 2 февраля Новый год. Это хорошая для людей традиция. Знаю, что этот праздник Шага у вас называется. Отмечается он очень широко. Поэтому я желаю вам счастья и благополучия. Мы крайне заинтересованы. Чтобы вы жили спокойно, не переживали по поводу разного рода пандемии, мы это замечаем, что этот омикрон – это совершенно другой вирус. Если он вирус, может, я подозреваю, что это просто… Мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю, это как человек, который сам второй раз уже этим переболел. Он на пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес и заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали. В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Ну, конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди сердечно-сосудистыми, сахарный диабет, онкология, астма, вот такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить. Поэтому я вам желаю успехов, счастья. Уважаемый Александр Григорьевич, благодарен вам за возможность встретить с вами. Для нас большая честь быть гостями Республики Беларусь, познакомиться с вами и вашей уникальной республикой. Я совсем недавно занимаюсь пост главы региона. Прошло чуть больше трех месяцев. Сейчас мы занимаемся разработкой перспективных вариантов развития ТУВЫ. Расширяем географию поиска партнеров. Определенный интерес к ТУВЫ проявили белорусские предприятия, которые намерены осуществить на нашей территории разные проекты.